В Новосибирске будут судить мужчину, который в конце декабря минувшего года задушил свою возлюбленную шарфом. После этого Отелло лег спать и очнулся лишь когда родственник погибшей обнаружил труп племянницы. Старшесмены подарите на пройпост. В конце декабря приезду журналистов сотрудники хладокомбината были не рады. Они до последнего уверяли, что на территории их предприятия все спокойно. Директора на месте не оказалось, так что беседовать с представителями СМИ пришлось местному юристу. В любом случае, если бы здесь какое-то расследование проводилось, я был бы в курсе. Вся информация была в следственном комитете. Там подтвердили, что в общежитии крупнейшего за Уралом складского комплекса действительно произошло убийство. Обитатели одной из комнат поссорились и в ходе конфликта мужчина задушил свою 27-летнюю сожительницу шарфом. После уснул там же на постельном белье с сердечками. Тело женщины на следующий день обнаружил родственник погибшей, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали фигуранта по делу и доставили к следователю территориального средственного органа. Сотрудники СК возбудили уголовное дело и назначили необходимые экспертизы. Сначала на допросах фигурант вину признавал частично и даже пытался все представить как несчастный случай. Мол, его любимая сама слишком туго затянула шарф, собираясь на прогулку. Но после в той самой комнате на следственном эксперименте показал, как расправился с подругой. Разбирательство по делу заняли чуть больше месяца. В ближайшее время эту семейную трагедию начнут изучать в суде. Грозит от Элла до 15 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова